Я сегодня буду говорить о том, как различаются культуры с точки зрения отношения к окружающему миру, действительности, я и действительность, я и мир. То есть речь идёт о реальности. В какой степени реально существует я, мыслящее, говорящее я, в какой степени существует мир, действительность, другие люди и так далее. Тут могут быть разные точки зрения, они могут быть индивидуальными, свойственными отдельным мыслителям, тогда ими занимается история философии, история религии. А мы с вами больше интересуемся как этим вопросом, так и тем, как этот общий вопрос реальности я и внешнего мира решается целым коллективом, целым обществом, целой культурой. Для наглядности я приведу один из недавних сравнительно примеров из жизни Третьего мира, ну, так называемых нецивилизованных или в другой терминологии примитивных, первобытных стран, что происходило после, в основном после Второй мировой войны, отчасти, как и её последствия. Характерной чертой для многих районов Океании, то есть, бассейн этих островов Тихого океана, Африки, некоторых других стран этого мира, было распространение особого рода религиозных культов, которые в науке получили общее название, ну, на каждом языке, конечно, это разные слова, но общее антропологическое название в науке – это культы карго, то есть, культы груза, как бы, в переводе. Речь идёт вот о каких религиозных представлениях, которые охватили большие массы людей, поэтому это касается не отдельных, примитивных людей, а касается целых масс населения, например, в Новой Гвинеи, ну, и в некоторых других местах Океания. Представления людей, которые живут в такой области, охваченной культурой кальку, представления разные относительно цивилизованной, белой части населения, европейцев, и самих туземцев. Туземцы полагают, что европейцы обладают некоторыми особыми богатствами, которые позволяют им хорошо, состоятельно жить, особенно не вкладывая никакой труд в это. И это богатство рассматривается как сверхъестественное, находящееся как бы не на нашем свете, а где-то такое. И оттуда белые люди или какие-то жрецы, которые этим занимаются, могут загрузить эти богатства, как груз, карго, могут загрузить их на корабли, и приплывут корабли на ту же Новую Гвинею, и привезут с собой эти богатства, и жизнь пойдёт по-другому, не нужно будет ничего делать, а сразу будет замечательная, богатая, состоятельная жизнь. Для этого надо готовиться, надо что-то делать. Ну, например, в некоторых местах уничтожали домашний скот, там, свиней, скажем, потому что нужно готовиться к кульдам карго, когда приплывут эти корабли, не нужно будет никаких держать свиней, никаких домашних животных. Всё само собой образуется. Ну, и потом, конечно, страшное разочарование, потому что эти культы не реализуются, никто не приплывает. Ну, вы знаете, это я привёл из антропологического материала последнего столетия XX. На самом деле, конечно, можно сколько угодно привести других аналогичных примеров. То есть вы поймёте, что то, о чём я говорю, это некоторый пример действенной утопии. Утопию, в которую верит большая часть населения. Мы знаем целые страны, которые бывали погружены в утопии. Я должен вам сказать, что сейчас напрасно некоторые люди думают, что социализм, как некоторая утопия, которая плохо реализуется или совсем не реализуется, неправильно было бы считать опробованным только в советский период в России. Такие опыты были и намного раньше. Ну, из такой уже классической литературы, написанной самими социалистами, я бы сослался на книгу по истории социализма Каутского, известного социал-демократа, историк. Каутский, в частности, рассматривает, я помню, на меня когда-то произвело очень сильное впечатление, когда я впервые прочитал опыт иезуитов монашеского ордена. Помните, я вам говорил о монашеских орденах, что их в чём-то можно сравнить с политическими партиями, такие как большевистская. Ну, вот действительно, с такой партией, как большевистская, можно сравнить монашеский орден иезуитов в Парагвайе, в южноамериканском государстве, которое расположено к югу от границы Бразилии, но гораздо меньше, чем Бразилия. Вот там в XVIII веке была попытка осуществить социалистическую утопию. То есть было построено общество более или менее по социалистическому, христианскому, иезуитскому принципу. То есть такого рода попыток было много. То есть существует довольно большая утопическая литература разного рода опыты, описания такого идеального общества, которое хорошо было бы создать. Есть попытки поверить в существование такого общества на земле и его построить на земле. Это вот в частности то, что начинали русские большевики. Ну, дальше русская революция пошла по-другому. Была попытка реставрации единой власти самодержества Сталина. Но первая попытка была утопическая, социалистическая. Возможны попытки принять некоторое идеальное устройство для потустороннего света. Значит, среди тех религий, которые представляют интерес для сравнительной антропологии, надо обратить особое внимание с этой точки зрения на такие религии, которые описывают нам разные виды загробного существования, ну, с разными вариантами положительных и отрицательных возможностей. Вы все, конечно, представляете себе ту схему, которую исследовал великий итальянский поэт Данте в своей замечательной поэме из трех частей, где описывается ад, инферно, описывается чистилище проготворио и описывается парадизм, рай. Такой трехчастный потусторонний мир существует во многих религиях. Но вообще говоря, частей такого мира много, но, например, существует несколько вариантов преисподних, то есть, миров, у Данте описан один ад, но там состоящий из разных кругов и так далее, но это единый ад. А в некоторых религиях существует много разных видов преисподней, ну, например, в буддийской концепции буддизма более северного типа, который был распространен в Центральной Азии в Средние веки, там мы находим представление о разных мирах, но при этом по одной из версий буддийского представления о внешнем мире, внешний мир тоже является адом. И задача человека, который встал на верный путь, на путь пробуждения по типу самого Будды, который проснувшийся Будда, это имя, которое в переводе означает тот, который проснулся, так вот, проснуться, это значит понять, что здесь мы погружены в один из видов преисподней. То есть наша задача это отвлечься от тех мирских суетных взял, которые мы ошибочно считаем существенными, нужно с помощью пробуждения, с помощью отвержения этого внешнего мира утремиться только в свой собственный и достичь тогда совершенствования. Значит, есть такая основная проблема. Существует ли внешний мир, но в частности существуют ли другие люди. К этому обращено много разных видов философских и религиозных учений, и с этим связана одна очень значительная проблема человеческого поведения, и в частности поведения культур по отношению друг к другу. это проблема толерантности, проблема веротерпимости, вообще терпимости по отношению к другим людям, по отношению к внешнему миру. С каждым из нас что-то происходит, и как мы должны к этому относиться, как мы должны это переживать. Ну, я хотел бы, чтобы вы были знакомы с взглядами современной науки на это. Многие современные ученые в той или иной степени признают правоту некоторых идей великого австрийского врача и психолога Зигунда Фрейда. Это конец 19-го и первая половина 20-го века. Фрейд работая в основном в Вене. Он начинал также работать и во Франции, кончил жизнь в Лондоне, в эмиграции, но основные его работы в Венске. Фрейд в частности полагал, что многие неврозы, вообще разного рода нервные болезни и патологии в этой области, которые он находил у большого числа своих пациентов, современных городских жителей, они все восходят к некоторым травмам раннего детства. Больше всего это травмы того периода детства, когда еще нет языка, поэтому здесь очень сложные проблемы, связанные с тем, что нам не так легко вызвать образы этого раннего времени, то в основном визуальные образы, есть особая техника, как можно их вызывать, или как можно соответствующим образом толковать сновидение галлюзиации и так далее. Но так или иначе можно думать, что многие из нас жертвы определенных травм, нанесенных нам родителями с семьей случайными встречными в нашем раннем детстве. Причин для травм может быть очень много, и они могут наслаиваться на всю жизнь. Выходя немножко за рамки собственно психоанализа и учения Фрейда, я хотел бы вам в этой связи рекомендовать как замечательный образец русской прозы, но и как книгу на эту именно тему. Большое сочинение советского русского писателя Михаила Зойченко, перед восходом солнца. Вы знаете, эта книга с несчастной судьбой, ее частично запрещали, когда Сталин начал гонение на Зойченко, и она вышла потом под разными названиями, но в частности одна часть публиковалась под названием книга о разуме. так или иначе сам Зойченко называл эту книгу перед восходом солнца. Я был из числа первых, не скажу читателей, но слушателей. Мне так повезло, что я довольно близко знал через своих родителей. Мой отец дружил с Зойченко, поэтому я его довольно близко знал и был из числа тех, кто был из первых слушателей этой замечательной книги. В этой книге Зойченко пытается найти ту травму, которая определила его склонность к меланхолии. Он всю жизнь был очень печальным человеком. Он писал довольно смешные истории, многие смеялись над тем, что он придумал, но на самом деле сам он был человеком в высшей степени грустным, близким к отчаянию какие-то периоды жизни. И вот это все он пытается понять через некоторые травмы, перебирая всю свою жизнь в поисках того травматического испытания, которое могло к этому привести. Но так или иначе он, конечно, исходит из реальности жизни, из того, что эта жизнь наносит удары. Можно подходить к проблеме совершенно другой точки зрения. То есть можно считать, что все основные события разыгрываются внутри нас самих. В крайней форме эта точка зрения выражалась некоторыми философами, такими, как немецкий философ Фихте, близкий к нему философа. зрения признает признает то, что существует данный человек, тот, который сейчас, в данный момент говорит и мыслит. Значит, вот если я вдруг примкнул к этой точке зрения, я от этого совершенно далек. но если я вдруг примкнул к этой точке зрения, я могу начать вам доказывать, что все то, что я испытываю, в том числе ощущение того, что я вот сейчас с кем-то говорю, кому-то обращаюсь, это все мои иллюзии. На самом деле существует только моя душа, мой поток сознания. Можно по-разному это интерпретировать, но так или иначе вот мне видится, мерещится все то, что мы называем внешним миром действительности другими людьми. И возникает вопрос, а если стать на такую точку зрения, то в какой степени вообще другие люди существуют? И вы знаете, этот вопрос очень давно задан, и, между прочим, тоже в этом отношении очень интересна буддийская философия. Существует старинный буддийский трактат, который посвящен именно проблеме обоснования чужой одушевленности. То есть проблема стоит такая, насколько действительно другие люди есть. А если они есть, что это значит? Есть ли у них сознание, душа, психическое деятельность похожа на ту психическую деятельность, которую мы имеем в виду, когда мы говорим о человеке? У нашего замечательного поэта-философа Иннокентия Анненского есть строки «Иль над обманом бытия творца веленье не звучало, и нет конца, и нет начала тебе тоскующее я». Вот эта точка зрения отрицания всего внешнего мира бытия это обман на самом деле никого бытия нет, а есть обман и этот обман никем не был создан, это отрицание и религии, не только отрицание внешнего мира, а существует только человеческое мира. Это возможная точка зрения, которая принимается во многих философских и религиозных учениях, но и которая практически, конечно, опровергается нашим опытом. Понимаете, мы не можем отрицать того, что жизнь, действительность это нечто от нас говорящего и мыслящего независимое, но и в частности человек неизбежно сталкивается с такими проблемами, как болезнь, смерть, война, атомное уничтожение каких-то частей населения, мира и так далее. Тем, кто испытал Чернобыль, очень трудно рассуждать на тему, что не существует внешнего мира. Но что такое внешний мир? Этот внешний мир это то, что мы описываем в разных символических системах, созданных человеком. И здесь начинается очень много разных возможностей, которые даже не все откровенно говоря изучены в известных не существовавших раньше и ныне существующих философских системах. потому что человек уже сейчас, если иметь в виду разные человеческие культуры, обладает огромной совокупностью разных знаковых символических систем. мы можем описывать мир с помощью языка, но мы это можем делать в самых разных жанрах и сочинениях. Можем описывать мир в художественной литературе, где очень велика доля вымысла. Мы заранее принимаем, что могут существовать такие словесные рассказы, истории, сказки, которые не имеют ничего общего с действительностью. Но мы будем их рассказывать, и в них ведь своего рода действительность мы создаём. И этим вообще занято искусство. Искусство в той мере, в какой оно на протяжении большой части человечества было вдохновлено мифологиями разного рода религиозными сюжетами. Искусство в большой степени создаёт мир очень отличный от реального мира. Но на свой лад он тоже реальный. Далее существует современная наука в её разных формах. И каждая наука создаёт свою версию какой-то части мира, на которую смотрят своим образом. Конечно, то, что нам описывают физики, микромир, в котором реальны только некоторые элементарные частицы, типа электроны или протоны и так далее. Вот этот мир, он реальный, и физики знают, как на опыте экспериментально доказать, что это реальный мир. Но вместо с тем, это совершенно не тот мир, о котором мы говорим в словах. То есть тот макро-мир, мир больших вещей, доступных человеческому восприятию, восприятию наших органов чушек. Простите, то, что мы воспринимаем как существующее реально рядом с нами, не только люди, но разные, как мы говорим, твёрдые предметы, разные виды вещей, веществ, жидкости, газов. То есть физически это могут быть самые разные явления с точки зрения физики и химии, которые обращены на наш реальный мир. это то, что мы изучаем с помощью наших приборов. Наши приборы также дают нам возможность проникнуть в совершенно другой микро-мир, где оказывается, что те же самые вещества, жидкости и так далее, которые мы изучали в макро-мире, они могут быть описаны на совершенно другом языке в микро-мире. И так далее. То есть вы увидите, что многообразие символических форм, форм описания внешнего мира, которыми мы располагаем, оно позволяет нам вообще говоря иметь дело не с одним миром, а со многими мирами. Представьте, что в сравнительно недавнее время эволюция физики и математики привела к тому, что выдвинулась идея, по-видимому, математически строго, согласно которой мы с вами живём в одном мире, универсум, а рядом с ним существуют другие миры. Ну, значит, если один наш мир по-латыни мы назовём универсум, то многообразие миров, не один мир, а много разных миров, которые рядом с нашим миром, рядом с нашей Вселенной, это многообразие мы назовём мультиверсум, по-английски можно сказать universe, Вселенная в целом, multiverse, это мир, состоящий из многих разных Вселенных. Я обращусь к проблематике разного рода велигии и мифологии, поскольку они играют особую роль до целого ряда обществ, которыми мы занимаемся, поэтому семиотическая антропология должна в частности заниматься проблемами роли представлений о другом мире в велигиях культурах многих разных народов. Ну, в каком-то смысле мы тоже относимся к таким народам, у которых есть представления о другом мире, поскольку мы пользуемся разными языками наук, например. Что касается человечества в целом, несомненно, очень популярно распространено во многих культурах представление о небе, о каком-то другом мире, в котором обитают боги. Ну, боги, согласно полиэтеистическим представлениям, где есть целые пантеоны, множество богов, иногда очень много, там, я вам говорю, что есть примеры, где сама культура говорит, что у нее тысячи богов. Ну, большая империя, как Римская империя или как Хетская империя вне Анатолия и современной Турции. Такие большие империи могли расширяться и, присоединяя к себе какие-то области, могли вместе с этим присоединять и соответствующие части мифологии, мифологические представления, мифологические образы и даже реальные просто статуи богов, когда статую привозили в основной центр империи, это символически означало в частности и включение культа нового бога в число многочисленных богов империи. Какова связь, возможная связь человека с богом? В очень большом числе религии существуют разные формы обращения человека к богу. Оно может быть словесным, оно может быть бессловесным, но у некоторых индейских племен Северной и Южной Америки обнаруживаются способы общения с богами, когда боги обратную информацию сообщают не в словесной форме, а в виде зрительных знаков, которые воспринимаются зрительной корой мозга каждого индейца, и он может это дальше сделать видимым посредством композиции из цветных камушков. Вот это возможно, то есть это как бы орнамент, но он имеет определенный смысл, и этот смысл связан с тем, что хотят с помощью данных образов сказать боги. И вы знаете, оказалось, что набор таких символов, которые в некоторых индейских мифологиях выступают в разговорах с богами, набор этих символов похож на те символы, которые возникают у человека в его подсознательной сфере, независимо ни от каких особенных идей. То есть это могут быть образы, скажем, которые мы видим в детском рисунке, или в рисунках некоторых больных психическими заболеваниями. Там мы будем думать, что это галлюцинация этого человека. Удалось получить некоторые образы такого рода, воздействуя электродами на зрительную кору мозга. то есть зрительная кора мозга, некоторые нервные клетки, нейроны, которые находятся в зрительной коре мозга, они в состоянии воспроизводить целые знаки и последовательности знаков, символов. Это все было открыто группой ученых, которые продолжают идеи Йонга. Йонг начинал как союзник Фрейда в его работе по-бессознательному, но потом отошел от этого. Йонг разработал теорию основ нашей психической жизни, которые имеют дело с архетипами, с теми представлениями изначальными, которые, по-видимому, наследуются, то есть очень вероятно, что часть архетипов передается просто с помощью наследственного вещества, ну, как основные черты человеческого организма. Но возможны и другие объяснения. Так или иначе, архетипы по Йонгу, по тому ответвлению современной научной теории, которые носят название аналитической философии, согласно аналитической философии Йонга, мы можем думать о том, что существует набор некоторого конечного числа признаков, образов, которые принадлежат к архетипам. Это вполне возможный взгляд на психическую жизнь человека. Он не предполагает, что архетип существует только в психике человека. Возможно существование архетипа, который вместе с тем представлен и в психике человека, и вместе с тем вполне реально существует в мире. Итак, для большинства коллективов нужно признать, что существует нечто, кроме нашего механизма обслуживания того, что происходит в этом мире. Выше нас находится вот это небо, где служители того или иного набора богов определяют характер связи нас образами тех богов, которые признает данный коллектив. Таким образом возникает вопрос, как осуществить связь человека Бога и что находится посередине, через что осуществляется связь? Вы знаете, довольно часто связь осуществляется с помощью реального человека. И такой реальный человек это тот, кто в этих условиях является продуктом совместной деятельности людей и богов. это человек. Но этот человек обладает человеческими способностями, который в состоянии что-то ему сообщить о воле, решениях о том, что думают боги. это есть во многих религиях. Это отразилось в названиях жрецов. Я из многих примеров приведу вам одно из латинских обозначений римского папы, священнослужителя католической церкви. понтифекс, если пытаться перевести этот термин, когда он впервые стал употребляться в латыни, в архаической латыни, ещё до возникновения христианства, это несомненно термин шаманского типа, потому что в переводе на русский язык понтифекс означает создатель моста. Мост по-латыни это понтис, развить не пойдёшь, понтис, а первая половина величания крупного представителя католической церкви, понтифекс магнус, пон, мост, понти от моста, фекс от корня глагола делать, значит, это делающий мост. Шаманы представительные общества, которые как-то связаны с божественными силами, во многих шаманистских культурах шаманы как бы строят мост между человеком и небом. И когда мы общаемся с богами, мы как бы проезжаем мост, который нас ведет от одной точки к другой. То есть, иначе говоря, то, что мы обеспечиваем с помощью молитвы, обращения к Богу, то, что Бог может к нам вернуть в виде каких-то своих указаний, приказаний, повелений, – это все сводится к сравнительно небольшим формам, которые передаются в священных книгах. Священных книг у человечества не очень много, но они все построены довольно похожим образом. Речь идет о перечне некоторых основных принципов поведения, которым нужно следовать. Ну, типа не нужно убивать, не нужно обманывать, не нужно говорить неправду и так далее. Вот желательно представлять себе этот набор основных правил. Возникает такая большая пока нерешенная проблема в какой степени можно думать, что человечество имеет некоторый набор основных правил поведения независимо от того, какая философия и религия принимается, потому что, конечно, в утверждениях многих религий разного вида христианства, иудаизма, буддизма, некоторых других больших восточных религий типа конфуцианства. Во всех этих религиях есть очень много совпадающих нравственных утверждений. Есть генетики, которые настаивают на том, что альтруизм, некоторые формы расположенности к другому человеку соотносятся с тем, что мы наследуем. Может быть, у этого есть конкретные физиологические воплощения. Вот сейчас популярная идея зеркальных нейронов, некоторого особого метода построения похожих психических субстанций, внутренерная система приматов, многих обезьян, и также людей. Зеркальные нейроны может быть как-то соотнесены с наследственностью с тем, что мы наследуем представление о необходимости доброжелательного отношения к другому человеку. Мы к другому человеку должны подходить как бы к варианту паре самого себя. Но мы ещё будем говорить о значимости этого принципа. Наш великий естественно испытатель и историк Кропоткин, один из основателей политического анархизма, автор книги, которая, мне кажется, замечательная, она недавно переиздавалась, взаимопомощь сообществ людей и животных. На основании естественно научных данных Кропоткин приходил к выводу, что для животных многих характерна взаимопомощь внутри коллектива, и он считал, что это черта, которая наследуется и людьми, и в частности организация больших человеческих коллективов, возможно без царей, о чем я говорил уже в предшествующей лекции, возможно создание больших коллективов, которые будут разумно организованы благодаря этому биологическому принципу взаимопомощи. Ну, а если всё-таки есть необходимость не в выжаке, здесь на земле, а в некотором предводителе, который вознесён на небо, предводитель или женский образ предводительницы, которая вознесена на небо, это случаи, которые характерны для многих мистических учения и течения, иногда мистицизм охватывает целые большие сообщества людей, относящиеся к одной культуре, поэта Райнера Марии Рильке, это конец 19-го и начало 20-го века, я нашёл у него поразительные строчки в одном письме, у него очень интересные религиозные стихи, он был глубоко религиозный человек, и в частности очень увлекался русским православием, но не только и многими другими религиями и вариантами религии. Рильке о самом себе писал, я нуждаюсь в том, чтобы общаться с Богом без телефона марки Христос, это написано в начале 20-го века, когда уже телефоны были и использовались поэтами как любимый образ, а вот Рильке не угоден телефон, который называется Христос, то есть он хотел бы, чтобы не было необходимости между собой и Богом иметь что-то промежуточное в виде Бога-человека-человека-бога. Но это тоже одна из проблем, которые ставятся в разного рода культурах. Мне хочется остановиться на специфике одного типа культур, которые мы знаем в Центральной Азии на территории вплоть до Северного представителя африканских обществ Египта. От Египта до Центральной Азии, но отчасти также и в Европе. Мы в древности знаем разного рода виды ревидии, которые признают свет, солнечный свет, солнце как таковое. но солнце как источник света признает в качестве главного от чего мы должны поклоняться и от чего мы должны исходить. Вы знаете, у нас был, у нас я имею ввиду Россию, у нас был замечательный исследователь проблем связанных с космосом, близкий друг нашего Циолковского, который создал современную науку о космосе, путешествиях в космос, даже о способах путешествия в космос. А вот его близкий друг Чижевский занимался специально солнцем. И Чижевский перевел на русский язык стихотворение египетского фараона, главного священника, главного царя священника. Это был Аменхотеп четвертый, Аменхотеп, Аменхотеп или Аменхотеп. По-разному можно произносить египетские имена. Мы там больше знаем согласные, а не гласные. Гласное египетское письмо не обозначало. Ну, Аменхотеп четвертый также носил особое имя, связанное с его поклонением солнцу Эхнатон или Эхнеот Эхнатен Эхнатен Эхнеот Эхнеот Я думаю, что Чижевский был прав. Стихотворение Аменхот по Эхнеот 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 Ожестворяет всю природу Делает возможным все растения и так далее. На самом деле солнечный свет очень много значит для жизни на Земле. Мы это даже еще в большей степени будем испытывать в будущем по мере того, как солнечная энергия по-видимому становится одним из мощных факторов построения нашей технической другой жизни на Земле. Какие существуют разные пути соединения с вечным началом? Какие есть еще способы достижения этих высших форм в разных культурах, в разных религиях? Но так или иначе образы, которые потом трансформируются в европейские главным образом поэтические, но исходно мифологические образы вечной женственности, эти образы очень важны для разного рода гностических учений. Таким образом, если вот говорить для тех из нас, кто больше знаком, скажем, с русской лирикой, то, что мы находим у раннего Блока, я имею в виду цикл первого тома стихи «Прекрасной дамы», то, что мы находим у Блока, отчасти у Андрея Белого, его ранний период, связанный с Блоком, ну, и у некоторых других русских поэтов такой мистической ориентации, начиная с Владимира Соловьёва, который был учителем и для Блока, и для Белого, вот у всех этих поэтов и мыслителей, философов, мы находим попытки найти некоторый вечный образ женщины, которая указывала бы вот этот путь, ну, к построению какого-то моста между небом и землёй. И в этом смысле очень интересны восточные отклики этих представлений. Есть специальная работа нашего знаменитого исследователя таких странных необычных культур академика Марра, которая развивает идеи, как эти мысли преломлены в восточных литературах, в частности ближневосточных, включая грузинскую, которую она изучала специально. Также есть специальные исследования некоторых учёных, в частности нашего крупнейшего литературоведа Веселовского об этих же проблемах по отношению к взаимоотношению Востока и Запада. По-видимому, западной традиции, вот то, что потом развил Данте и вообще итальянский ренессанс в своих представлениях о поэтическом, мифологическом значении символа женщины, это всё приходит с Востока и связано с некоторыми гностическими другими учениями. Отсюда я хочу перейти к довольно общей проблеме, которая, мне кажется, прямо связана с главной темой сегодняшней нашей встречи, это тема реальности внешнего мира, как эта тема соотнесена с искусством, с проблемой мировой гармонии, которая ставится в мировом искусстве. Вы знаете, сейчас мы достигли такого периода развития науки, антропологии, искусствоведения, когда мы можем говорить о едином искусстве всего человечества, то есть разные виды искусства зрительного, словесного, музыкального и так далее, разные виды искусства объединяются, несмотря на различия разных велигий, идеологий, которым исследовали отдельные художники, отдельные мастера искусства. Тем не менее, существуют некоторые общечеловеческие формы, в частности, поклонение красоте, симметрии, гармонии, как некоторому общему принципу, принципу объединения конфликтующих началов. Оказывается, что этот принцип очень важный в духе взаимопомощи Кропоткина, да, то есть очень важно практически находить разрешение конфликтующих началов. Я не хочу сказать, что искусство заменяет все другие возможные политические, военные, коммерческие способы решения проблем между разными странами, культурами и так далее. Нет, это не так. Но искусство помогает внести некоторые дополнительные очень важные принципы. Ну, вы знаете, знаменитую формулу, которую часто цитируют из Достоевского «Мир спасется красотой». Значит, красота, гармония, симметрия, это один из главных принципов, которые могут объединить разные культуры. Значит, существует необходимость в создании некоторых основных принципов, которые были бы едины при всем множестве человеческих культур, ну, скажем, и в наше время тоже, потому что, знаете, что сейчас это отчасти политические и военные проблемы, как решить некоторые очень важные конфликты, возникающие между отдельными странами, группами населения, часто национальными, националистически, мыслящими группами, этническими образованиями. Я думаю, что в этой связи надо иметь в виду несколько возможных путей развития. Один из путей, тот, который был указан Фридрихом Ницше, великим немецким философом, я не буду сейчас говорить о некоторых таких крайних формах его воззвене, но в основной его книге это Гори Заротостро и в ряде других сочинений Ницше выдвинул идеи, касающиеся некоторых новых возможностей человеческого духа. Значит, человек может найти некоторые новые пути, которые отсутствовали в прежних представлениях об окружающем мире, о том, что мы можем сделать по отношению к внешнему миру. Но я бы сказал, что в этой же связи стоит вопрос, который особенно остро был поставлен отчасти решен в русской философии искусства начала XX века. Я хотел бы сослаться на того же Блока. Это проблема художника как сверхчеловека в нежанском смысле. то есть проблема такая, что человек, который занят искусством, в какой-то степени в своей преданности идеи красоты, как спасительной для всего человечества, в каком-то смысле решает общемировые проблемы. И может быть именно общество, которое не признает никаких официальных форм религии, должно склоняться к мыслям о том, что особенно важны формы поклонения красоте. И не буду сейчас специально об этом говорить, но скажу, что многое в правильном отношении к науке, такой науке, как математика и к математически точным наукам, в большой степени связано с тем, что в этих науках тоже преобладает понятие красоты, особого рода понятие, гармония и так далее, способа постижения гармонии. Поэтому я думаю, что изучение искусства как особого вида, особой формы человеческой деятельности необходимо входит в то, что сегодня я рассматриваю, и рассматриваю разные виды нашего отношения к реальности, и одним из важнейших видов нашего отношения к реальности является постижение того, что реальность также достигается с помощью форм поклонения, служения красоте разного вида искусства, причем это совершенно не связано с религиозным характером искусства. Искусство может быть полностью атеистическим, как, скажем, искусство раннего Маяковского. Но тем не менее, в самом отрицании богов над людьми, в самом представлении о мире как сугубо человеческом, искусство оказывается впереди даже наших самых современных философско-религиозных представлений. Таким образом, когда мы ставим вопрос о реальности окружающего мира, мы должны включать в этот вопрос и реальность творческой фантазии, реальность человеческой красоты, как некоторого выхода из конфликтных противоречий, в которых, казалось бы, человечество поглядло и уже не знает способы, как избавиться. Таким образом, подводя итог, я хотел бы сказать, что эта область антропологии практически, вероятно, самая важная. Но вместе с тем у нас сейчас нет готовых решений, но те решения, которые мы можем предложить, они все представляют интерес, поэтому я прошу вас обратить особое внимание на эту философскую, общечеловеческую проблему в ее антропологическом семиотическом решении. Спасибо за внимание. субтитры и субтитры и субтитры и субтитры субтитры и субтитры